Здравствуй, мой юный друг! Приветствую тебя на уроке математики. Тема нашего урока – части и целое. Ты научишься использовать пустое окошко для представления неизвестной части равенства. Громко прозвенел звонок, начинается урок. Ваши ушки на макушке, глазки широко раскрыты. Слушайте, запоминайте, ни минуты не теряйте. Сегодня наш урок хотелось бы начать с математического диктанта. Первый. К трём прибавь один. Верно, четыре. Второе. Из пяти вычти один. Чему равен результат? Верно, четыре. Третье. Три меньше некоторого числа на два. Какое это число? Верно, пять. Четвёртый. Я задумала число, вышла из него один и получила четыре. Какое это число? Молодец. Пять. Пятый вопрос. Какое число больше одного на два? Совершенно верно. Это три. Замечательно. Итак, давай мы с тобой совершим путешествие на строительную площадку. Что такое стройка? Совершенно верно. Строительство – это создание зданий, домов, строений и сооружений. Знаешь ли ты, как строят здания? Как называют те, кто занимается строительством? Правильно. С помощью кирпичей, бетона и многих других строительных материалов. Строительством занимается человек с профессией строитель. А теперь давай представим себя в роли строителя. Архитектор запланировал поставить возле дома забор длиной 20 сантиметров. Посмотри, пожалуйста. Длина известной части забора равна 11 сантиметрам. Необходимо подобрать вторую, неизвестную часть забора. Посмотри, тебе даны три фрагмента забора. Первый длиной 7 сантиметров. Второй – 10 сантиметров. И третий – 9 сантиметров. Нужно выбрать недостающую часть забора. Помни, что необходимо строго придерживаться проекта и не нарушать размер. Длина целого забора должна составить 20 сантиметров. Посмотри, пожалуйста, на схему. Здесь показаны части забора. Одна часть забора равна 11 сантиметрам. А вторая – это неизвестная часть. Общая длина нашего забора равняется 20 сантиметров. Составляется выражение. 11 плюс неизвестное число. Мы заменяем его пустым окошечком. И получается 20. Можно действовать методом подбора, подставляя к известной части различные фрагменты, чтобы в сумме с известной частью это число составило 20. Молодец. Совершенно верно. Недостающая часть забора с длиной 9 сантиметров. При сложении 11 сантиметров с 9 сантиметрами получится 20 сантиметров. Итак, давай сделаем вывод. Равенство может состоять из частей и целого. Равенство с неизвестным числом состоит из известной части, неизвестной части и целого. С помощью схемы можно изобразить числовое равенство. А сейчас поработаем в учебнике. Открой учебник на странице 34. Рассмотри рисунки строительных материалов. Посмотри на картинку под буквой А. На этой картинке изображена кирпичная стена, которая состоит из двух частей. Первая часть стены состоит из 8 кирпичей, а вторая из 7 кирпичей. А общее количество кирпичей, то есть целое, составляет 15 кирпичей. Итак, составим равенство 8 плюс 7 равно 15. Значит, в данном равенстве первая часть равняется 8. К ней прибавили вторую часть, равной 7, и получили целое число, это 15. Части составляет одно целое. Из частей и целого можно составить равенство. Определи на картинке В части и целое. Составь равенство. Молодец. Посмотри ответ. 3 плюс 6 получается 9. 3 – это часть, 6 – тоже часть, и 9 – это и есть то самое целое число. Посмотри задание под буквой В. На картинке показано, что часть труб находится в кузове грузовика. Сколько труб в кузове? Давай сделаем вывод. В равенстве 5 плюс пустое окошко, то есть неизвестное число, получается 7. Одна из частей известная, а другая неизвестная. 5 – это известная часть. Пустое окошко – это неизвестная часть. 7 – это целое. Посмотри ответ. 5 плюс неизвестное число получилось 7. 5 плюс 2 равно 7. 5 – это первая часть. 2 – это вторая часть. 7 – это целое. А теперь давай подготовимся к работе в тетради. Я тетрадь свою открою и наклонно положу. Я от вас, друзья, не скрою. Ручку я вот так держу. Сяду прямо, не согнусь. За работу я возьмусь. Сейчас будем выполнять задание на странице 31. Отремонтируй дом. Найди значение неизвестного числа в домике. Соедини линии кирпич с соответствующим домом так, чтобы числовые равенства стали верными. Задание на странице 32. Составь равенство по схемам. Найди значение неизвестной части и запиши равенство. Оцени, насколько ты освоил тему с помощью лестницы успеха в рабочей тетради. Ты справился. Урок окончен. До свидания.